В студии Тимофей Голев. Здравствуйте. Как предупредить буллинг в школах? Что должно настораживать родителей в поведении ребенка? Как себя вести, если все не так хорошо, как кажется на первый взгляд? Все это сегодня вашему вниманию в программе интересно знать. На вопросы ответит Ирина Карпова. Она педагог-психолог школы номер 26, психолог-методист регионального центра психологической поддержки по Ударской области. Ирина Владимировна, добрый вечер вам. Здравствуйте. Я рад вас приветствовать. Актуальней темы в такой детско-подростковой, может быть, даже среде, скажем, я сегодня не вижу. И спасибо вам, что вы принимаете участие в программе интересно знать. Ведь каждый может по-своему трактовать понятие буллинг, в первую очередь. Понятие буллинга с английского языка от слова бул, бык, быковать, означает на нашем языке травля. Ни конфликты, ни ссоры, ни какие-то перепалки сюда не относятся. Поэтому буллинг четко нужно понимать, что это когда есть жертва, есть агрессор, и жертва постоянно подвергается унижениям, нападкам, агрессии со стороны вот этих людей. Мы, наверное, здесь и должны родителей тоже предупредить, да, что есть разные понятия. Не путайте конфликтную ситуацию с буллингом. Буллинг – жертва, в первую очередь. Траблят или траблят жертва? Ну, так повелось, что вот это модное слово сейчас, да, им очень часто спекулируют и дети, и родители. Это можно услышать даже сейчас в детском коллективе, когда малыши что-то там поссорятся, передерутся, потом один подбегает и говорит, а он меня буллит. Ну, то есть здесь, конечно, грамотность нужна все-таки в этом вопросе, чтобы правильно разводить с другими понятиями. Ну, вот вы как эксперт сегодня выступаете в этой студии. Давайте все по очереди будем разбирать для того, чтобы, на самом деле, прийти, собственно говоря, к истине. Как можно определить? Во-первых, возраста у буллинга как такового нет. 5 лет, 10 лет, 20 лет. Однозначно. Мы будем наблюдать в детском саду, и там можем уже увидеть какие-то элементы буллинга, когда один из детей может подговаривать других не играть с этим ребенком, когда у ребенка отбирают все игрушки, допустим, изолируют его от игры со всеми остальными. Такое тоже может быть. Ну и, конечно, чем старше дети, тем изощреннее методы буллинга. Естественно, что взрослые, они уже могут использовать даже кибербуллинг, да, то есть формы соцсетей различные в переписках и так далее. А сама по себе суть не меняется. То есть буллинг, он есть, будет, к сожалению, и был. Он и был. То есть это новое понятие, которое к нам пришло, да, а сама по себе... Название поменялось. Просто название поменялось, а суть-то осталась та же самая. По поведению ребенка, как может родители определить, что вот, как я в самом начале говорю, не все так хорошо, как кажется? Ну, здесь я хочу сразу обозначить, что в одночасье у родителя не появится навык увидеть у ребенка проблемы. Доверие нужно развивать практически с рождения с ребенком. Если есть эмоциональный контакт, то не сможешь не увидеть, что у ребенка есть какие-то эмоциональные проблемы. Потому что ребенок, подвергающийся травле, естественно, будет испытывать сильный стресс, естественно, будет испытывать большие потери самооценки. И все это будет отражаться и на его настроении, и на его поведении, и на его желании ходить в школу, и на его отношении к занятиям, которые раньше ему нравились. То есть ребенок впадает практически в депрессивное состояние. Ну и как любой человек в депрессивном состоянии, его ничто не радует, постоянно находится либо в раздраженном, либо в унылом состоянии эмоциональном, может даже отказываться от еды. Или наоборот, есть дети, у которых просыпается, скажем, булимия, да, то есть неограниченная такая потребность в еде. Но, собственно говоря, сон может даже нарушиться. То есть есть множество маркеров, но их можно заметить только тогда, когда чувствуешь разницу. То есть бывают дети сами по себе, допустим, малоешки или обжоры, это же не значит, что его все время булили. Здесь родитель должен проявить эмоциональную тонкость. Главное, что он полностью перевернулся, да, то есть стал совершенно другим. Да, совершенно верно. А вот все родители подумают, да это переходный возраст, боже мой. Ну, переходный возраст, здесь вопрос стоит не в том, что ребенок будет находиться в унылом состоянии. Переходному возрасту мы присваиваем только эмоциональную нестабильность. То есть когда вспышки какие-то бывают, там агрессии, негативизма и так далее, это нормально. Но если ребенок длительное время находится, допустим, в унылом состоянии, здесь переходный возраст совершенно ни при чем. Ребенок, он должен эмоционально развиваться так же комфортно, как и в любом другом возрасте. А вот при всем при этом родители, вот он увидел какие-то сигналы, да, к примеру, как он сразу должен реагировать? А ну-ка пойдем поговорим или все это вот осторожно, какими-то дозированными вещами? Как с детства, ну вот упустили, да, с детства, как вы говорите, ничего не произошло. А произошло, что он перестал ходить в школу, ему перестал нравиться футбол, допустим, которым он занимался. Родители ему перестали нравиться, к примеру, и что делать в замкнутый круг? Я думаю, что, конечно, попытка поговорить должна быть в любом случае, потому что ребенок должен понимать, что родители обеспокоены, заинтересованы его судьбой, любят его. И если это подать, ну скажем, осторожно, деликатно, то тогда, я думаю, что ребенок откроется, даже если до этого никогда не открывался. Потому что вот эта деликатность, осторожность, она важна в любом случае. Конечно, вот так вот посадить и авторитетно сказать, а ну-ка, рассказывай, что случилось, это может, наоборот, оттолкнуть ребенка и еще больше замкнуть себе. А если он почувствует именно доверие, именно желание помочь, то тогда, конечно же, я думаю, ребенок никогда не откажется от помощи взрослого. А для родителей очень важно почувствовать именно желание помогать, а не так, что свои какие-то комплексы реализовать из молодости. Очень часто бывают случаи, когда приходят родители и говорят, вот меня в детстве булили, и я чувствую, что и мою дочку точно так же булят. То есть однозначно, что идет перенос собственных эмоций. Ей не столько интересно, сколько с дочерью были проблемы, сколько вот какие-то свои старые обиды пережить и переработать. Поэтому, ну, родитель, он должен выступать в качестве защиты и в качестве помощи. И в качестве помощи. То есть сделать все для того, чтобы, наоборот, ребенка не закрыть. Конечно. Ребенка не закрыть. А вот нет какой-то статистики мальчики, девочки? Есть статистика, но она будет не в количественном показателе, а в качественном. У мальчиков чаще присутствует именно физическое насилие. То есть толчки, пинки, порча вещей личных, допустим, избиения. Ну, в более таких серьезных случаях девочки, они более изощренно работают. Здесь эмоциональный буллинг, это может быть бойкот, это могут быть какие-то мелкие замечания, унизительные высказывания. Это могут быть в соцсетях какие-то формы такие изощренные тоже, унижения. Ну, то есть по факту пол не важен для проявления буллинга. А вот форма... Методы, да, и формы. Да, сами методы. Ну, девочка, что может, да, на внешность бить? На фигуру, да, скорее всего? Да, на внешность, на одежду, на статус. Иногда бывает унижают девочку в плане взаимоотношений с мальчиками, да, то есть приписывают ярлыки обидные специально, распространяют сплетни. Это тоже одна из форм такая часто встречающаяся именно у подростков уже. Ну, буквально вот на прошлой неделе, дорогие друзья, к сожалению, многие из вас тоже видели это видео. Один из регионов Казахстана антипрославился в очередной раз, где девочки как раз такие, вот вы сейчас говорите, я просто вспоминаю эту историю об изощренных, да, каких-то способах. Сигареты курят. Они там, я не знаю, 4-й, 5-й, 6-й класс, это максимум, да. Эта девочка стоит перед ними, они курят сигареты и заставляют встать на колени. То есть пацаны, в любом случае, они либо, возможно, вымогали, я как понимаю, да, принесли деньги, да, либо пошли побили. Совершенно верно. А здесь ведь не бьют, я смотрю, они просто вот встань на колени и попроси прощения непонятно за что. Но в любом случае, ведь, наверное, на внешний вид ребенка, вот он пришел со школы или с прогулки, или внезапно, когда он раньше не ходил, а вдруг ему понадобилось куда-то и уйти. Родитель ведь должен внешний тоже оценить? Конечно, всегда буллинг сопровождается в любом случае каким-то физическим воздействием. То есть это порванная одежда, испачканная одежда, пропадание вещей. В любом случае есть признаки, что у ребенка какие-то проблемы, потому что, ну вот, явно даже потрепанный вид, вот такой вот несуразный, может говорить о том, что ребенка только что где-то вот удерживали, допустим, да, унижали, как-то хватали. То есть в любом случае можно внешне также определить царапины, легкие кровоподтеки. Даже если он об этом не говорит, ребенок? Даже если не говорит. Но здесь само состояние ребенка еще обычно сопровождается всем этим. То есть это такое вот возбужденное состояние, взбудораженное, расстроенное, обычно расширенные глаза, покрасневшие белки, дрожащие губы. Ну то есть ребенок пережил только что какой-то сильный стресс с унижением. И вот на это необходимо обратить внимание в первую очередь. Мы ведь с вами прекрасно, Ирина Владимировна, понимаем, что сегодня даже третьеклассницы, допустим, к примеру, девочки, да, родители могут позволить там, я не знаю, золотая цепочка, серьги и все остальное. Еще с того моего детства, к примеру, вот было, я хорошо помню, это вопрос не в буллинге, а как-то менялись, да, я дал поиграть там, я дал поносить. Вот были же, да, вот эти эпохи. Бывало такое, да. Сегодня это все немного в элементы роскоши все-таки может перерастать, потому что все-таки статус меняется, да, и дети имеют какие-то более такие роскошные, скажем, вещи при себе и на себе в том числе. Если, к примеру, дочь пришла из школы без сережек и говорит, я дала Кате или там кому-то, что родитель должен в этот момент делать? Ну, конечно, сразу поднимать панику не стоит, потому что вопрос может действительно стоять так, что ребенок легкомысленно расстался со своей вещью добровольно, чтобы, допустим, заискивать перед другим ребенком, чтобы купить, так сказать, его дружбу. Но в любом случае родитель должен тактично обратиться к родителю того ребенка, выяснить ситуацию конкретно и вернуть вещь, объясняя ребенку, что так делать нельзя. Если же эта ситуация повторится или пусть это будет другой ребенок, но опять же расстался с вещью, то здесь уже стоит задуматься, что не так. Либо ребенок использует неправильные методы для контакта, для установления дружбы с другими детьми, либо действительно подвергается вымогательствам и отдает свои ценные вещи кому-то. Но вы как психолог можете сегодня точно подтвердить, что все-таки, к сожалению, дружба сегодня продается? У одного ребенка тысяча в кармане, у другого 200 тенге. Есть такой метод. Я не скажу, что 100%, но, к сожалению, дети, у которых статус финансовый у родителей выше, они, скажем так, становятся жертвами меркантильных каких-то интересов других детей. Потому что уровень материальных благ сейчас очень различный, и дети из семей, где, скажем, очень низкий достаток, они очень часто обладают такой изобретательностью и втираются в доверие к детям, у которых есть, допустим, какие-то финансовые такие возможности для того, чтобы просто использовать их там. Купи мне то-то, а пойдем вместе сходим в магазин. Были такие случаи, к сожалению, нередкие. Ну, это издержки, так сказать, социальных каких-то наших вопросов. Ну, это и дети, опять же. Здесь родителям какой совет в таком случае? Вот он подозревает, что в его окружении появился... Ну, они не дружат очень так вот совсем, не созваниваются вечерами, но, тем не менее, могут пойти, выстоять очередь, там, бургер купить, там, или что-то еще. Как родителю реагировать? Или, да, бог с ним, вот, я могу себе позволить, пусть и... Я думаю, что ребенку нужно все-таки давать навык выбора настоящих друзей. И если взрослый, он же для того и взрослый, да, чтобы понимать, что в данный момент эта ситуация в корне неправильна. И ребенок может привыкнуть к вот этому способу привлечения внимания. И даже во взрослом возрасте может, к сожалению, неудачно потом выбрать себе и супружескую пару по тому же принципу, допустим, да, и друга по тому же принципу. Поэтому нужно объяснять. Хотя вот я тоже остановлюсь на такой проблеме, что такая беда бывает только у тех детей, у которых кроме, скажем, финансовых возможностей нет никаких других. То есть это проблема не потому, что у ребенка есть деньги, а потому что у ребенка нет никаких других навыков. То есть это дети социально изолированные изначально, зажатые дети, имеющие какие-то эмоциональные проблемы дети. И поэтому он нашел единственный способ, чем он может заинтересовать других детей. И он как бы проплачивает внимание к себе вот таким способом. Вот таким способом. А вот дети, которые, скажем так, есть старший брат, есть старшая сестра, есть еще и младший, много этих детей. Есть дети, где он один ребенок, допустим, в семье. Мы к буллингу сейчас возвращаемся с вами вновь. Помним же, да, тоже, опять же из моего детства, скажем так, можно сказать, сейчас придет мой брат. Ну, в случае, если какое-то давление. А вот некого не придумаешь, ведь нет этого брата старшего или сестры старшей. Так вот, поясните мне, пожалуйста, играет ли это роль? Однозначно играет, потому что дети, имеющие старших братьев, особенно если эти братья физически развиты, сильные братья, они чувствуют себя более свободно, я бы даже сказала, более нагло себя ведут, именно потому что чувствуют защиту. И это влияет, собственно говоря, на формирование характера, особенно у мальчиков, потому что такие мальчики сами физически быстрее развиваются, им приходится конкурировать дома, в семье, отражать атаки более старших своих братьев. И, соответственно, вот этот дух соперничества, дух физического преобладания, он у них тоже формируется. Такие дети, они более активные и даже более агрессивные, я бы сказала. Потому что вот именно есть пример более старшего. Ну и, соответственно, менее подвержены вот ситуации. Это однозначно, конечно. Однозначно. Вот, дорогие родители, тоже на заметку здесь уже вот экспертное мнение, так оно прозвучало, что действительно ребенок, который имеет старших братьев, да, он хотя бы может словесно защититься. Конечно. Может быть, его и вести-то никуда не нужно, да, но скажет, в случае чего, ему 18 лет, к примеру, сейчас придет, и вот вам, пожалуйста. Роль психолога, школьного психолога сегодня как раз-таки в вопросах буллинга. Какая стоит задача и вообще что вы решаете, собственно говоря? Ну, я хочу сказать, что роль психолога в этом вопросе с одной стороны очень преувеличивают, а с другой стороны очень преуменьшают. Когда что-то случается, то я очень часто в соцсетях вижу одну и ту же фразу. Куда смотрел психолог? Как так получилось? Ну, я хочу сказать, что у нас один-два психолога на огромную школу, и увидеть ситуацию частную, если она, тем более, происходит где-то в кулуарах каких-то, да, в туалетах, допустим, это часто бывает, или после школы, заметить ее нереально. Поэтому психолог здесь может выступить только как эксперт по профилактике, то есть даже не зная, какая ситуация в классе, психолог может проводить различные формы тренингов, или просвещение в этом направлении, чтобы избежать зачатков, так сказать, этого буллинга. Если это уже произошло, то тогда, конечно, однозначно уже будет точечная работа и с жертвой буллинга, которая пострадавшая сторона, и с буллером, тот, который, наоборот, был зачинщиком и все это организовал, потому что психологические проблемы есть и у той, и у другой стороны. Ну, это уже, так сказать, что называется, махать кулаками после драки, да, то есть это уже поздний результат. А так, в целом, я бы возложила ответственность не столько на психологов, сколько вообще в целом на взрослых в школе, в том числе классных руководителей, в том числе даже тех персонала, когда они должны отслеживать ситуацию, как, что, где происходит, в каком состоянии находятся дети. Вот я обычно прохожу по школе на перемене, я вижу, толпа собралась, ну, человек 5-6, и в центре кто-то стоит. Я еще издалека наблюдаю за эмоциями ребенка, то есть что они стоят, они просто все общаются, они что-то интересное обсуждают. Или есть один, у кого явно лицо, ну, вот, жертвы, да, то есть он в данный момент испытывает жуткий дискомфорт. Ну, что вы видите чаще? Ну, чаще, конечно, слава богу, просто обычные разговоры, но бывает такое, что проходишь и видишь, что начинается какой-то, допустим, конфликт, какие-то разбирательства. Тогда приходится подходить и прямо активно вмешиваться, объяснять, как нужно правильно договариваться в конфликте, если есть проблемы, обсуждать. И самое интересное, что обычно зачинщик буллинга, он первый начинает говорить о том, что вот, я сейчас хочу ему сказать о том, что вот так и так. То есть это дети всегда более эмоционально устойчивые, сильные и активные. Перекладывание ответственности. Однозначно. Он даже может сделать крайним как раз будущую жертву. То есть здесь нужно тоже уметь вовремя вмешаться и расставить правильно акценты. Какая работа проводится? Дети идут вообще к психологу именно с этой проблемой? Бывает. Какой-то пример, может быть, конкретный вы проведете? Ну, вообще, на моем веку, в течение вот даже последних, скажем, трех лет были дети, которые подвергались буллингу, но это были дети, которые приходили из других школ именно по причине того, что подвергались буллингу, серьезному буллингу в другой школе. Такие дети приходят, они уже в состоянии эмоционального раздраива. То есть мама приходит, она уже сразу заявляет, там мы подвергались буллингу, там у нас были проблемы, мы перешли сюда, мы хотим, чтобы здесь началась новая жизнь, да, как бы, и чтобы у ребенка все здесь стало хорошо. Задача ведь не из простых. Однозначно, потому что проблемы... Во-первых, переезды из школы в школу, это однозначно, это стресс для любого ребенка во все времена. Сарапанное радио никто не отменял. Дети живут на том же месте, а район-то тот же самый. Здесь вот в том-то и дело, что далеко от этой проблемы не убежишь, только если не переедешь совершенно в другой город. Но опять же, вот спрашивали о том, кто чаще становится жертвой буллинга. Есть дети, которые хронически склонны становиться жертвами. Вот такая виктимность природная. То есть какие-то эмоциональные проблемы, неумение коммуницировать правильно, они вызывают у других детей, более, скажем, таких активных и агрессивных, прям вот желание над ними посмеяться, поиздеваться. Такое тоже имеет место быть. Ну, таких детей нужно именно специально обучать у психолога, как правильно коммуницировать, как оставить границы, поднимать самооценку в том числе, потому что без этого никак. Ну, то есть ребенок тихоня, отличные оценки приносит из школы, никаких вопросов к дисциплине. Это все хорошо, но тем не менее это может быть сигналом? Сейчас жертвами становятся не тихие дети, а странные дети. Дети, которые отличаются какими-то особенностями поведения, какими-то эмоциональными проблемами. Даже вот в общении с учителем эти дети вызывают некий такой резонанс именно коммуникативный, что он как-то не так себя ведет, как-то вот немножко другим детям смешно на него смотреть. То есть изначально вообще зачатки буллинга, они от желания насмехаться, унизить. Должно быть смешно, иначе смысла нет в буллинге. Это такой манифест специальный перед всем обществом или маленьким коллективом для того, чтобы показать, что он смешон, и я вам сейчас это докажу. То есть вот примерно вот так. А уже доказательства любые способы, как на войне, как на войне, все средства хорошие. А внешний вид, вот давайте мы с вами обсудим, дорогие наши родители, уважаемые зрители, обратите внимание на ответ, который сейчас прозвучит. Я хотел бы его услышать. В школах вели единую, ну, слава богу, не такую вот стандартную, не в магазин, но белый верх, черный низ, ни шаг вправо, ни шаг влево. Мы же прекрасно с вами понимаем современные дети. Это балахонистая одежда, это уже с 10-12 лет выкрашенные волосы, выбритые брови, это вот такие ногти, да, и все остальное. И вы здесь говорите, что выглядит уже смешно и прочее, прочее. В школе мы сейчас вот пытаемся их сделать одинаковыми, да, в какой-то степени. Плюс ли этого? Ведь многие родители, я сам с этим сталкиваюсь, против. Да не хочу я, вот она любит носить там широкие штаны, там, или синие, к примеру, или что-то красное, к примеру. Ваше мнение? Ну, я хочу сказать, что в наши, скажем, умы закралось понятие дозволительной вседозволенности, да, такое, то есть мы позволяем себе так думать и детям своим передаем это в каких-то формах, что не нужно подчиняться общим правилам, не нужно соблюдать дисциплину, ты можешь быть таким, какой ты есть. Здесь, конечно, были бы свои плюсы какие-то однозначные, ну, по типу развития творчества, креативного мышления и так далее, но здесь кроется огромный минус в том, что ребенок, думая, что так делать не обязательно, в конечном итоге оказывается в ситуации полного противодействия к требованиям в школе. Я за то, чтобы в школе была форма, потому что, во-первых, это определенным образом настраивает детей на конкретную деятельность. Если представить на перемене ребенка, который находится в строгом костюмчике, да, в галстучке, и ребенка, который находится в обычной спортивной свободной одежде, однозначно, что тот, кто в спортивной одежде, он будет вести себя, ну, более, скажем так, свободно. И он уже выбиваться будет, да? Конечно, он будет бегать, он будет шуметь, он будет, то есть его дисциплина будет хуже. То есть рамки нужны? Заложено, да, психологически заложено. То есть как я в данный момент себя ощущаю, так я себя и веду, да. Поэтому школьная форма не случайно, даже на Западе, который нам диктует якобы, да, что делаешь, что хочешь, будь самим собой, на самом деле у них-то картина совсем другая. У них есть форма, причем форма конкретного учреждения, которая отличается пусть от всех остальных, но это вот их форма, это их как бы знак отличия. У нас все более лояльно, и у родителей есть возможность выбрать все равно и форму пошива, да, и модельку и так далее. Но цветовая гамма? Цветовая гамма, ну, это классическая цветовая гамма, эстетика никому еще не мешала. Ну, а вот вы работаете в 26-й, да, школе города Павлодара, ведь случаются, да, такие выпады, что ребенок пришел так, как ему хочется. Конечно, и не один ребенок, особенно восьмой класс, девятый класс, десятый, идет борьба как раз с тем, что вот хотят дети как-то себя продемонстрировать уже в другом обличии, потому что появляется цель привлечь внимание противоположного пола, поэтому девочки стараются там покороче юбки надеть, что-то еще что-то. Однозначно с этим идет постоянная и бесконечная борьба. Пресекается? Пресекается, конечно, потому что это требование министерства, это не какое-то, скажем, там, желание одного директора или одного учителя. Здесь однозначно идет требование общее. А как быть педагогу, учителю? Ну, давайте придумаем учитель математики, которая принципиальная, вот как вы говорите, министерство и прочее, ни шаг вправо, ни шаг влево. Увидела она этого ребенка и при всем классе говорит, ну-ка, ну, то есть элемент такой, знаете, акцентирование. Мы же про буллинг говорим с вами, ведь это ребенка может сыграть роль, значит, в сауне его можно наклевать. Что вы рекомендуете учителям, особенно молодым учителям? Она-то понимает, есть приказ министра, да, и нужно сейчас что-то сделать, но ведь можно ребенка, простите, унизить, да, и дать вот эту обратную волну. Как быть педагогу? Любые замечания индивидуальные, они делаются, во-первых, в тактичной форме, во-вторых, они делаются наедине. Если учитель хочет прочитать лекцию о требованиях школьной формы, он может это сделать перед всем классом, не называя, естественно, ни фамилий, ни имен. А если конкретно есть ребенок, это нужно, во-первых, очень тактично сделать, потому что бывали случаи, когда у ребенка нет школьной формы или, ну, что-то наподобие школьной формы, не потому что он не захотел, а потому что у родителей не было возможности приобрести, ну, вот конкретно вот такую форму, ну, или не захотели родители, ну, мало ли, мы же не знаем всех тонкостей семейных вот этих вот проблем. Ну, вот ребенок пришел в том, что есть, то, что там отдали соседи или то, что там досталось от старшего брата или сестры. Поэтому однозначно вот на общественное вот это выносить мнение, почему ты сегодня вот так и так, это, во-первых, бестактно, а во-вторых, бессмысленно, потому что ребенок же сейчас в любом случае не изменит в данный момент свой внешний вид, поэтому тактично... Но может вызвать это насмешки со стороны класса. Ну, если особенно выразить это в какой-то очень некорректной форме, потому что учителя же тоже люди, они могут иногда использовать для красного словца какие-то выражения, особенно из, скажем, старой речи, которую вот уже молодежь не знает. Им иногда какие-то фразы как-то цепляют их, им кажутся они смешными, а они закрепляются, бывает, даже прозвище на этом фоне дают. Поэтому, конечно, у педагога одна задача — быть тактичным, быть всегда внимательным и добрым. Да, ну а буллинг, ваши личные прогнозы, он ведь был, соответственно, он останется. Никуда не денется, к сожалению. Вы знаете, вот это равносильно, что спросить, будет ли когда-то наше общество идеальным. Никогда не будет. Человеческий фактор, человек — это суть его, не идеальность, но, соответственно, значит, неидеальные отношения, и в том числе буллинг. Ну, сейчас очень много усилий предлагается. Это ведь не только для отчетов, да, для того, чтобы бороться, для того, чтобы что-то выработать. Да, он есть, он будет. Минимизировать или все-таки перестроить немножко где-то, я не знаю, пересмотреть воспитание, пересмотреть отношения в школе. К чему-то же мы должны все равно идти с вами. К чему вы идете, собственно говоря, чтобы буллинга стало хотя бы меньше тогда? Ну да, во-первых, нужно воспитывать в детях эмоциональную отзывчивость. Вот как раз уровень эмоциональной отзывчивости, он сейчас очень снижен. Почему очень много жестоких вот таких ситуаций? Потому что дети не умеют сочувствовать, не умеют сопереживать. Вот сейчас новое слово появилось модно — эмпаты. Это практически уникумы, которые такие редкие люди, которые умеют сопереживать и сочувствовать. А раньше это было нормой. То есть воспитывать в ребенке именно эмоциональный интеллект и умение понимать других людей, сопереживать другим людям, уметь поставить себя в другую ситуацию — это как раз, я думаю, следующий шаг в воспитании и развитии наших детей. Потому что иначе вот этот эгоизм, эгоцентризм, когда ребенок кроме себя ничего не видит и не чувствует, он шаг в никуда. То есть общество не может существовать цельным таким организмом, если каждый из этих клеточек будет работать на себя. То есть вопрос о воспитании. Конечно, однозначно. Воспитание, да. И тогда как родителям мы скажем, для любого родителя твой ребенок лучше всех. И даже тот, который буллит, он же будет лучше. То есть не нужно вот этот эгоцентризм воспитывать. Мы же говорим, ты у меня, вы поверьте, я же тоже папа, я говорю, ты самая красивая для меня, она самая красивая, ты самая умная, ты же для меня самая умная. Правильно я делаю? Скажите мне, пожалуйста. Я думаю, что здесь нужно будет просто добавлять, что ты самая красивая, но и другой человек, другая девочка, она не хуже, она также достойна любви своих родителей. Чтобы дети понимали, что у каждого есть что-то уникальное, допустим, я самый-самый, но и мой друг или мой сосед, он тоже в чем-то самый-самый. И так же ценный для этого мира, как я. Вот эту ценность нужно в детях как раз будить, чтобы они понимали, что каждая жизнь ценная. Отличные ответы просто. Дорогие друзья, если вы вдруг включили программу уже в самом конце, пожалуйста, завтра, уже 18 октября, заходите на сайт erbestv.kz в разделе программы. Интересно знать за 17 октября, то есть вот за эту дату, прямой эфир, который прошел только что. Тему буллинга мы обсудили, взаимоотношения детей, но и большая ответственность возложена сегодня, как я понимаю, все-таки на родителей и на педагогах, только лишь потому, что мы-то с вами взрослые. И ответственность мы занесем, по-моему, в первую очередь. Да. И за воспитание в том числе. Вам спасибо за внимание, вам, Ирина Владимировна, огромное спасибо за ваше экспертное мнение. Пожалуйста. Спокойной ночи вам. Спасибо. Дорогие друзья, мы встретимся через неделю на телеканале Ирбис, а сегодня спокойной ночи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин